МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Санкции против Чебоксар. Чемпионат мира по спортивной ходьбе может поменять прописку из-за допингового скандала. Нет жертвам на дорогах. Во всем мире отмечают Всемирный день памяти жертв ДТП. Настоящее волшебство в Чебоксарах открылся первый всечувашский кинофестиваль АЗАМ. В начале выпуска шокирующая информация. В Чебоксарах в воскресенье вечером двухлетняя девочка погибла от рук собственного отца. По версии следствия, вечером 15 ноября текущего года в городе Чебоксары подозреваемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей двухлетней дочерью, в ходе которой избил ее, после чего задушил, сдавив руками шею. В результате девочка скончалась на месте происшествия. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, подозреваемого злоумышленник пояснил мотивы, содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Статистика, удручающая, на 1 октября на учете в органах внутренних дел состоят около полутора тысяч человек, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для окружающих. 837 таких лиц поставлены на учет только в текущем году. Количество преступлений, совершенных против жизни и здоровья несовершеннолетних, выросло с 306 за 10 месяцев прошлого года до 346 в этом году. К другим новостям. Внесение изменений в республиканский бюджет 2015 года и на плановый период 2016 и 2017 годов обсудили на внеочередном расширенном заседании Кабинета министров. Речь идет об увеличении расходов за счет поступления дополнительных средств. Весомые вливания будут направлены на дорожное хозяйство в рамках Дорожного фонда – 316 миллионов рублей. С учетом этого расходы фонда увеличатся почти в два раза и составят в 2015 году свыше 3 миллиардов. Средства необходимы, чтобы завершить ремонт улиц Ярославской и Энгельса и начать строительство развязки на проспекте Айги, столице республики. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов подчеркнул, что нужно внимательно отнестись к задаче модернизации школьного образования. 180 миллионов рублей должны направить в отрасль еще до конца года. На строительство ДОУ предусмотрено 184,4 миллиона рублей, то есть больше, чем обязательства по соглашению, на 46 миллионов рублей. В инвестиционных расходах также предусмотрено увеличение на строительство объектов спорта на 20 миллионов рублей, строительство объектов здравоохранения на 65,9 миллионов, в том числе на строительство хирургического корпуса онкодиспансера 50 миллионов рублей и на приобретение помещений в микрорайоне Ольгешево под размещение поликлиники 15,9 миллионов. На завершение второго этапа по переселению граждан из аварийного фонда будет направлено еще 260 миллионов. Также будут выделены средства на строительство МФЦ в Калининском районе Чебоксар. Предусматривается дополнительная финансовая помощь местным бюджетам более 100 миллионов рублей. На заседании премьер-министр Иван Маторин акцентировал внимание на необходимости выполнения назначения бюджета, а также проведение всех конкурсных процедур для максимально эффективного освоения средств до конца 2015 года. Нынешняя осень была щедрой на осадке, да и календарная зима не за горами. Как будут содержаться 12 тысяч километров дорог и работать дорожные службы республики, обсудили на еженедельном совещании правительства Чувашии. Содержание республиканских дорог в зимний период взяли на себя шесть предприятий. Вот Дорстрой, Чуваши, Автодор, Автодорсервис и другие. За содержание дорог местного значения отвечают муниципалитеты. Как сообщил министр транспорта, противоглоледные средства заготовлены в полном объеме. Для содержания федеральных трасс готовы 76 единиц техники, 100% готовность. Для обслуживания региональных и межмуниципальных дорог в рабочем состоянии находятся 358 единиц техники, 91% готовности. В муниципальном образовании сообщили о наличии 581 единицы техники в рабочем состоянии, процент 97%. Итоги работы промышленности республики за 10 месяцев текущего года лучше, чем ожидались. С июня падение производства сменилось ростом. Уже сегодня мы имеем темпы отгрузки, если в рублях, превышаем даже показатели 2014 года, 10 месяцев 2014 года на 5,4%. А темпы динамика промышленного производства, индекс промышленного производства 95,2%. Я надеюсь, что мы к концу года результаты улучшим. На совещании обсудили вопросы строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка. Первый этап, начатый в 2014 году, практически завершен. 9 резидентов уже определены. До конца года должен завершиться второй этап, чтобы к работе смогли приступить еще 14 резидентов. Кабмин Чувашии ограничил максимальный размер платы за содержание детей в детских садах. Минобразование считает, эта мера позволит предупредить необоснованное повышение расценок и обеспечить малышам надлежащий уход и питание. Мы очень заинтересованы, чтобы в детских садах дети питались качественно. И, конечно же, для нас важна стоимость питания. И когда мы видим, что 50 рублей сегодня составляет питание, или, точнее, двух-трехразовое питание детей в детских садах, конечно, у нас возникают вопросы, из чего это складывается. И поэтому мы ставим задачу, чтобы питание было качественное. Она не может быть при 12-часовом режиме дня меньше 70 рублей и при 10-часовом режиме дня меньше 50 рублей. Поэтому, с одной стороны, мы не должны опускать цены ниже этих цифр, которые я только что назвал. И цены не могут быть выше, о чем мы приняли постановление. Поэтому, я думаю, сегодня, и обращаясь, прежде всего, к родителям, они имеют возможность контролировать не только родительскую плату, но и в своих детских садах меню, из чего складывается, и стоимость питания. Я прошу обратить на это пристальное внимание. Чувашские легкоатлеты уже пострадали из-за допингового скандала вокруг сборной России. По меньшей мере, двум спортсменам грозит отстранение от международных соревнований из-за дисквалификации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Под санкции Международной Ассоциации попали и чебоксары. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Буквально неделю назад с ходом подготовки к предстоящему чемпионату мира по спортивной ходьбе ознакомились представители Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Проделанная работа, и они остались довольны. Трасса для ходоков уже реконструирована, правда, теперь остается вопросом, пройдут ли в чебоксарах эти престижные старты. Никаких официальных документов о переносе чемпионата мира в другую страну пока не подписано. Руководитель спортивного ведомства республики отмечает, что окончательно этот вопрос будет решен в конце ноября. Сейчас регион продолжает плановую подготовку к этим соревнованиям. В ближайшее время трасса для ходоков должна пройти окончательную аккредитацию на право проведения международных стартов. Буквально сегодня мы отправляем отчет о ходе подготовки, потому что у нас нет никаких оснований не отправлять, нет никаких запретов. Да, было заявление, но мы не знаем сроки даже временного отстранения и на каких соревнованиях они не будут выступать, наши спортсмены. Вместе с чебоксарцами международных соревнований могут лишиться и жители Казани. В следующем году там должен пройти чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. По сути, на обоих стартах могут быть разыграны путевки на предстоящую Олимпиаду. Пока непонятно, выступят ли российские легкоатлеты на играх в Рио-де-Жанейро. Между тем, из-за санкций ИАФ уже была отстранена от участия в международном марафоне Татьяна Рахипова. На мировые старты сейчас рискуют не отправиться и другие спортсмены, но подготовка к ним продолжается. Мы как начали олимпийский сезон, так его продолжаем, сидим на наших базах, ведем свои тренировочные проценты. В настоящий момент мы находимся в Кисловодске на российском сборе. Команде как бы обстановка дружелюбная, конечно, очень неприятно, но хочется все-таки верить в здравую мысль членов ИАФ. У всех есть индивидуальный план подготовки на этот сезон, на следующий сезон, поэтому пока все в штатном режиме ведут подготовку. Санкции к российским легкоатлетам в ИАФ предъявили и этим летом. Из-за употребления допинга были дисквалифицированы скороходы из Мордовии. Чувашского спортсмена Александра Яргунькина также обвинили в нарушении правил накануне международных соревнований в Пекине. Эти старты спортсмен пропустил. Впрочем, у легкоатлетов есть шанс побороться за медали в Рио-де-Жанейро. Правда, под флагом Олимпийского комитета. Подготовка к чемпионату мира по спортивной ходьбе также проходит не напрасно, считают Минспорта Чувашия. Эта трасса будет востребована у скороходов. Именно здесь намерены провести российский чемпионат. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Сокращает продолжительность жизни, является одним из трех заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности или смерти. Речь о сахарном диабете. 14 ноября весь мир отметил день борьбы с этим заболеванием. Что означает диагноз «диабет» в 21 веке и что о нем знают чебоксарцы, выяснила наша съемочная группа. Еще буквально столетия назад больные с сахарным диабетом были обречены на смерть. Но 11 января 1922 года канадский ученый Фредерик Бантинг сделал первую в истории успешную инъекцию инсулина человеку. В день рождения Бантинга 14 ноября весь мир отмечает день борьбы с диабетом. Специалисты приводят такие данные. В России диабетом болеют около 9 миллионов, а каждые 10 секунд в мире диагностируют болезнь еще у двоих новых человек. Несмотря на такую практически эпидемию, опрос показал знания о сахарном диабете. У чебоксарцев весьма расплывчатые. С сахаром связано что-то. А как можно заболеть? Как думаете? Что нужно делать? Чрезмерно много, наверное, сладкой продукции употреблять. Ну знаю, но объяснить не могу. Понятно. Расскажите, а как человек может заболеть сахарным диабетом? Возраст, переедание. Конечно, то, что наши респонденты с сахарным диабетом не сталкивались, это хорошо. Им остается пожелать здоровья. Мнение, что заболеть диабетом можно, если есть много сладкого, не совсем верно. Причина болезни в недостатке в организме гормона, который помогает сахару из крови поступать в клетки. Скудные представления о болезни и ее симптомах нередко приводят к тому, что к врачу человек обращается только когда сталкивается с поздним проявлением диабета, так называемой диабетической стопой. Мягкие ткани стопы травмируются, инфицируются, появляются язвы и другие поражения, которые подолгу не заживают. Это крайность, когда пациент только сейчас выяснил, что оказывается диабет, когда с язвы уже попал. А так, в общем-то, такого не должно быть. Так бывает по одной причине, когда начинается с язвы, когда пациент крайне невнимательен сам к себе. И люди у него крайне внимательны, близкие, они замечали. Признаки же диабета очень простые. Какие? Много мочится человек, много пьет. С этого все начинается. Вот, это самые первые признаки. И нужно уже обследовать. Диабет, как известно, бывает двух типов. Причины, по которой человек заболевает первым типом, то есть инсулинозависимым, бывают разные. Но, честно, не повезло. Не повезло. Это одно из осложнений гриппа. Чаще всего грипп проходит на ногах и чаще всего бесследно. Остается осложнение, которое незаметно бывает. А диабет, это вот просто не повезло, так получилось в жизни. Потом бывает диабет после сильного-сильного переживания. Обычно детей. У меня есть одна семейная пара, в которых мальчик заболел, собак испугался. Не спался он очень. Диабет начался. Второй тип диабета, это диабет, который человек сам себе заработал. Всеми стараниями. Старания очень простые. Урбанизация. Урбанизация. Мало двигаемся, много едим. И все. Этого достаточно. Сейчас в Чувашии зарегистрировано 25 тысяч пациентов с диагнозом диабет. У 90% диабет второго типа, у оставшихся 10 – первого. И у тех и у других в современном мире есть возможность жить долго и счастливо. Современные методы позволяют не только обеспечить качество жизни пациента, но и увеличить даже продолжительность жизни. И вот по статистике мировой данные говорят о том, что пациент с первым типом диабета, который абсолютно компенсирован и достиг целевых показателей глюкозы, как у здорового человека, имеет даже большую среднюю продолжительность жизни, чем среднестатистический гражданин. Потому что он убирает из своей жизни те факторы, которые могут для обывателя, для обычного человека укорачивать его жизнь. Он убирает факторы вредной привычки, он соблюдает режим, режим питания, режим физических нагрузок. Борис Алексеев болеет диабетом уже 35 лет. Недавно ему поставили помпу. Это альтернатива ежедневным инъекциям инсулина. Умный прибор сам вводит препарат в нужное время. В 6 лет я заболел. Узнали, как. Я попал в реанимацию. Три дня без сознания, в коме лежал. Ну, думали, что я умру. Раньше я делал инсулин шприц ручками, ну, вручную. А сейчас это все с помощью пульта и помпы. Ну, как бы, все автоматически делается. Мне поставили помпу за счет программы обязательного медицинского страхования, высокотехнологическая медицинская помощь. В Чувашии, как и в целом, по стране действуют разные программы поддержки пациентов с сахарным диабетом. Растет уровень квалификации врачей, появляются новые оборудования, препараты. И все же лучше, когда надобности в них нет. Будьте здоровы. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. В некоторых муниципалитетах Чувашии началась реализация третьего этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Примерно 1100 семей из 244 домов должны до конца следующего года попрощаться с ветхими квартирами и переехать в комфортное жилье. В Маргаушском районе после завершения второго этапа программа будет выполнена. До 2017 года в Чувашии должны быть переселены жители тех домов, что признаны аварийными до 2012-го. В Маргаушах таких было 12, а осталось всего два. С 86-го года проживаю в этом доме. Все нормально было, все нормально. Дом начал разваливаться. Когда начало разваливаться? Начало разваливаться где-то год, лет, наверное, 8 назад. Сейчас Леонид вместе с соседями в ожидании переезда в новое жилище. Работы над объектом ведутся ежедневно, но найти застройщика было сложно. Аукцион на постройку сот жилья объявляли трижды с начала года, но желающих в нем участвовать не находилось. В июле еще раз провели аукцион. С застройщиком предварительно был разговор, но он участвовал в этом аукционе. И в августе месяце мы подписали контракт на долевую часть строительства 24-х квартир для переселения из ветхого аварийного жилья. По контракту 25 декабря мы должны эти семьи переселить в этот новый дом. Если срыва сроков не будет, то жители домов, признанных аварийными до 2012 года, будут переселены все. Но за последние три года обветшали очередные постройки. Список с их адресами Маргаушская администрация уже направила в Минстрой Чувашии. Вероятнее всего, они попадут в новую программу по переселению с 2018 года. Анастасия Алексеева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. С 2005 года каждое третье воскресенье ноября во всем мире чтут память погибших в ДТП. Ежегодно более миллиона человек погибают на дорогах. В Чувашии за последние 10 месяцев в авариях погибли 174 человека. Чаще всего жертвами автокатастроф становятся молодые люди 18-35 лет. 200 бумажных ангелочков и журавликов ученики Чебоксарской школы номер 2 вручили пешеходам и водителям с напоминанием о простых правилах дорожного движения. На флешмобе нет жертвам на дороге. Ребята призывали всех участников движения быть внимательнее. Переходить дорогу только в положенном месте, всегда пристегиваться и не превышать скорость. 12 ангелов остались и на местах аварии, в которых в этом году погибли дети по всей Чувашии. В столице республики появилось и памятное дерево, около которого разбились молодые люди на мотоцикле. Владельцы железных коней завязали белые ленточки, чтобы те, кто любит давить на газ, задумались. В церквях и храмах республики прошли и поминальные службы погибших на дорогах. Священнослужитель Новощебоксарского храма Николай Чудотворца окропил самый опасный перекресток нашей столицы – пересечение улицы композиторов Арабьевых и Президентского бульвара. Но все эти акции флешмобы не дадут результата, если каждый из нас не будет бдительным и внимательным на дорогах. Сегодня печальная статистика чудом не пополнилась новыми цифрами. На Московском проспекте лоб в лоб столкнулись две иномарки. Очевидцы говорят, что водитель Chevrolet Aveo двигалась по дороге с превышением скорости. Прямо у пешеходного перехода машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другой легковушкой. От удара в обоих авто сработали подушки безопасности. Пострадал водитель Kia, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Иномарки получили серьезные повреждения. С места аварии их увезли на эвакуаторе. Из-за ДТП на Московском проспекте образовалась серьезная пробка. Движение нормализовалось только спустя два часа. Сегодня начал работу первый всечувашский кинофестиваль «Азам». 11 кинолент будут бороться за звание лучшего фильма чувашского производства. Всю неделю можно посмотреть бесплатные показы номинированных фильмов, а после обсудить их с авторами и поучаствовать в мастер-классах. Подробнее в сюжете Екатерина Куприной. «Волшебство» – именно так переводится на русский язык название Всечувашского кинофестиваля. Режиссеры, операторы, актеры, все, кто делает фильмы, создают настоящее волшебство. А мы, зрители, каждый раз восхищаемся безграничной фантазией киносоздателей. Правда, чаще всего зарубежных. В Чувашии решили реанимировать родное кино. Наша республика в прошлом веке была первой и единственной, имеющей собственное кинопроизводство. А сегодня последователи Максимова Кошкинского решили вернуть былую славу. В общем-то, это такая попытка объединить киноиндустрию Чувашии. Собрать продюсеров, молодых кинорежиссеров, будущих, может быть, артистов, будущих кинорежиссеров. В последние годы вообще киноиндустрия во многих субъектах Российской Федерации начала возрождаться. И мы бы очень хотели, чтобы киноиндустрия Чувашия тоже бы получила свое продолжение. В программе фестиваля есть фильмы как на русском, так и на чувашском языках. В основном фильмы документального характера, но есть и мультики, драмы, боевики и даже хоррор. Нам в неконкурсных показах будут представлены ретроспективные ленты 20-х, 70-х и 80-х годов. Каждый зритель найдет кино по вкусу. Мы решили представить пока одну картину на первом в Сечувашском кинофестивале. Называется работа Егор Шилов. Вообще кино нужно смотреть. Рассказывать я кино не буду. А так очень большое событие в нашем городе сегодня, в нашей республике. 21 ноября станет ясно, чья же картина покорила зрителей и жюри, и кто же смог создать настоящее волшебство. Екатерина Куприна, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. С 13 декабря поезд номер 141Г Москва-Чубаксары будет ходить по новому расписанию. Из Чубаксар поезд будет отправляться в 21.15 и прибывать в Москву в 10.35. Таким образом, в пути пассажиры будут проводить на 19 минут меньше, сообщается на портале правительства Чувашии. И еще информация для пассажиров. С 16 по 19 ноября 2015 года пассажиры смогут оформить билеты на верхние полки купейных вагонов со скидкой в 35%. Акция распространяется только на поезда федеральной пассажирской компании, курсирующей внутри страны. Еще одно условие. Поезд должен отправиться по маршруту до 24 декабря. Скидки не распространяются на поезда, которые включены в программу «Динамическое ценообразование». И в завершение выпуска о спорте. Сегодня в рамках шестого тура Суперлиги по баскетболу чубаксарские ястребы одержали сложную волевую победу на Санкт-Петербургской команде «Спартак» со счетом 79-77. Следующий матч состоится завтра. В 21.00 на нашем канале «Премьера» программа «Интересное положение». Ведущая Ольга Алексеева даст советы тем, кто готовится стать мамой, и к ее советам стоит прислушаться. Почему? Узнаете, посмотрев передачу. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин